Я сегодня мне мое безупречное знание русского языка позволит дать отповедь этому идиоту, послу Российской Федерации в Казахстане, некто Бородавкину, который в свои 72 года, работая пятый год послом, то бишь последний год послом вообще в какой бы то ни было, надеюсь, стране, решил выпендриться и в интервью фашистскому ФСБшному спутнику заявил о том, что в Казахстане живут нацисты, националисты, если надо будет, то мы там, проведем специальную военную операцию. Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина вы уже девятый месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков. Так вот, я могу сказать, когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, то я хочу сказать, что в первую очередь эту русофобию сеете вы, такие как ты, Бородавкин, такие как эти Никоновы, Федоровы и всякие Соловьевы и Медведевы, которые чуть ли не каждый день с вашего пропагандона заявляют о том, что город Алматы нужно разбомбить атомной бомбой, что нужно захватить северные и восточные области Казахстана и присоединить к России, что нужно запретить казахский язык в Казахстане. Слушай, дорогой мой, кто ты такой, чтобы нам диктовать о том, какая у нас правая нога должна быть, какая левая, русский язык? Ты что, Бородавкин, возобнил себя генерал-губернатором Степного края, что ли? Слушай, ты страдаешь деменцией, я понимаю, что ты раздухарился и решил напоследок топнуть ножкой. Ну так вот, езжай к себе, чемодан-вокзал Воронеж, блядь. Тебя клиника Кащенко ждет там в Подмосковье, если нужно, адрес я напишу тебе. Я могу сказать, что на самом деле русофобия это все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что, думаете, что это украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом и теперь получаете ответку. И то же самое будет, если вы зайдете к нам. Если вы зайдете к нашим соседям. Вы идиоты, вы людоеды, которые поедаете и самоеды, которые съедаете сами себя. Я очень радуюсь, я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшем будущем. Потому что такие идиоты, как Бородавкин, представляют великую Россию в разных странах и умудряются еще и оскорблять ее жителей попутно. Так вот, Бородавкин, если ты хочешь увидеть нацистов и фашистов в Казахстане, посмотри в зеркало и ты увидишь самого главного фашиста и нациста. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Михаил Юрьевич Рермонтов еще сказал два с лишним столетия назад. Вы не изменились. У вас нет другого выхода, как распасться. Потому что вы ни разу не империя. Вы самоедский и людоедский режим. Слава Украине! Алга, Казахстан!